Есть в нашем городе поистине удивительные люди, чья жизнь и дела достойны любых самых возвышенных слов. Один из них ветеран Великой Отечественной войны, действующий хирург и необыкновенный души человек Фёдор Данилович Коваль, которому сегодня, 4 ноября, исполнилось 95 лет. Незадолго до дня рождения героя нашего репортажа мы приехали к нему прямо на его рабочее место, во вторую поликлинику в поселке Кубриз, где он работает. Трудовой стаж Фёдора Даниловича свыше 75 лет. На его счету больше 30 тысяч успешно проведенных операций. Уже в 1941 году он стал батальонным фельдшером, ассистировал полевым хирургам, отвечая за анестезию. Я давал наркоз. Ну а то даже наркоз давался не так, как сейчас, интубации, аппараты и всё. А тогда маска марливая на рот, на нос, хлороформ или эфир капаешь и сам дышишь и всё. А бывало, что в операционной находишься там же, одного больного прооперировали, успели снять, другой поступает на операцию, бывало по 12 часов. Благодаря ему тысячи солдат и офицеров выжили и снова встали в строй. Его необычная жизнь ещё ждёт своего летописца, но легендарного славянца знают и в Москве, да и по всей России. Недавно его пригласили в столицу на передачу Первого канала «Старше всех». В качестве ведущего выступал Максим Галкин. Производственные и бытовые вопросы он мне задавал, я на них отвечал. Потом провели там импровизированную такую сценку, как я осматриваю призывников в военкомате. Всё это записали, вручили мне медаль «Старше всех», «Букет цветов» и отправили в гостиницу. Внимание центральных телеканалов и газет не в диковинку Фёдору Даниловичу, а причину своего долголетия он видит в здоровом образе жизни и в работе на благо людей. То, что я оказываю помощь людям, я думаю, это вот сказывается и на моём долголетии. Но я о ком-то заботюсь, да какой-то сверхразум заботится и обо мне, мне так кажется. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям в адрес именинника. Крепкого здоровья вам, Фёдор Данилович, и новых успехов в вашем благородном труде. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».